Здравствуйте! Сегодня 26 января. Вы на канале Жанна в Турции онлайн. На местных пляжах переполох. Полицейские начали усиленное круглосуточное патрулирование. Они тщательно обследуют 15-километровую береговую линию в районах Кадрие, Белек и Богоскент. Патрули внимательно осматривают абсолютно все участки. Охрана отелей и других объектов на берегу также проводит проверки пляжей. В море постоянно находятся суда береговой охраны. На пляже турецких курортов море продолжает выбрасывать тела неизвестных людей. Вслед за Анталийским побережьем они появились в Бодруме. 25 января на берегу острова Кос, который прилегает к Бодруму, были найдены еще два тела. Как пишут турецкие СМИ, это мужчины. Один предположительно иранец, второй турок. Увечий на них нет. За последнюю неделю экстренные службы по одним данным зафиксировали уже 10 тел, по другим 11. Первого мужчину нашли 17 января. У него не было головы и правой руки. На следующий день на том же пляже отеля было найдено тело 9-летней девочки. Об этом я подробно рассказывала в предыдущем видео. Если вам интересны детали, то посмотрите. Среди версий были и убийства, и несчастные случаи, и то, что люди стали жертвами диких животных в горах. А затем их тела через реки, которые впадают в море, вынесло на берег. Эта версия обсуждалась в связи с тем, что в эти же дни в горах нашли погибшую туристку, которая отправилась туда на прогулку. Но ее исключили после того, когда на пляжах нашли еще несколько мужчин, женщин и ребенка с серьезными повреждениями тел. У некоторых отсутствовали конечности. Проведя ряд судебно-медицинских экспертиз, специалисты огласили результат, что одна из них – местная студентка. 18-летняя Мерве Эльмас пропала 4 января. Последний раз ее видели у водопада Дюден. Личность установили с помощью ДНК-теста. Тело девушки отправили в Стамбул, откуда она приехала на учебу в Анталию. Установить личности остальных до сих пор не удается. Многих не получается идентифицировать из-за сильных повреждений. По заявлениям властей, скорее всего, это сирийские беженцы, которые затонули на корабле 11 декабря. Почти 90 человек тогда направились с берегов Сирии и Ливана в сторону Кипра. Десятки людей погрузились на рыболовное судно и отправились в новую жизнь. Но корабль, вероятно, затонул, так как о нем ничего не известно. Теперь течение может выносить утонувших к берегам Анталии. И если это так, то подобных находок будет еще много. Это объяснение было бы вполне логичным, если бы не Мерве Эльмас и последние два тела, среди которых, предположительно, один турок. Они точно не являются людьми с того судна. И еще странным кажется то, что большинство тел находят на пляжах, которые относятся к отелям. Хотя это может быть связано с тем, что их контролирует охрана. Возможно, есть еще в труднодоступных бухтах или непосещаемых загородных пляжах. Поэтому власти приняли решение о прочесывании всей береговой линии. Эксперты говорят, что предполагаемые сирийцы утонули, когда вода достаточно прохладная. Поэтому, находясь в соленом зимнем море, тела долгое время не подвергаются разложению. Отсутствующие конечности они объясняют естественными факторами. Повредить их могли морские животные, либо штормы о камне возле берегов. Остальных утонувших может прибивать к берегу вплоть до лета. Эта жуткая ситуация получила обсуждение среди туристов. Некоторые из тех, кто планировал поехать отдыхать на Средиземное море этим летом, стали отказываться от забронированных туров. В основном отказы пошли со стороны западных путешественников. При этом печальные новости никак не повлияли на цены туров и количество туристов в странах СНГ, в частности России. Цены остаются высокими. Сейчас в Турции не сезон, но за недельный отдых на двух человек в пятизвездочном отеле придется отдать не менее полутора тысяч долларов. Летний отдых начинается от двух с половиной тысяч. Но, несмотря на это, люди уже активно пользуются ранним бронированием. Их не пугают ни найденные тела, ни повышение цен. Туроператоры говорят, что ситуация схожа с египетской. В прошлом году на побережье Красного моря акулы растерзали несколько человек. Однако туристов это не остановило. Сейчас полиция Турции тесно работает с ливанскими коллегами, чтобы уточнить, кто находился на том судне. Но сделать это может быть очень сложно, потому что люди отправились в дорогу нелегально. Естественно, никаких официальных списков нет. При этом многие целыми семьями и может быть, что даже заявить о пропаже родных или опознать их некому. Количество незаконно находящихся в Турции иностранцев остается высоким. Естественно, точных цифр об их количестве нет. Известно только, что в 2023 году из Турции было депортировано более 46 тысяч нелегальных мигрантов. Пока это вся информация. До свидания. Будем следить за дальнейшим развитием событий.